Доброе утро, дорогие участники марафона. Сегодняшняя тема – интоксикация и детоксикация. Интоксикация – это было то, из-за чего я чуть не бросила свою любимую работу. Вот так вот, начиная сегодняшнее утро с признания. В 2017-м году, в 2018-м – это были годы, когда я только начинала консультировать как натуропат, как пока еще не доктор натуропатии, но как консультант, который помогал людям практиковать очищение организма через условное голодание. Конечно, на тот период времени у меня было немного опыта. Это был свой личный опыт практически, ну и какая-то часть теоретических знаний, которые я приобретала самостоятельно, что умоя просторы интернета, читая книги Марва Аганян, изучая школу здоровья Михаила Советова, читая классиков нутрициологии, натуропатии, известных личностей, таких как Арнольд Эйрот, Поль Брек и так далее. То есть это были самостоятельно наработанные знания. И, конечно, очень многое оставалось за ширмой, за занавесом. Многие нюансы этого процесса, который вы проходите сейчас, теории и на практике, процесса очищения организма, оставались за очень большим таинственным покрывалом, за которое не сразу возможно заглянуть и увидеть, что же там такое. И, как, наверное, может быть, вы уже слышали, знаете или догадываетесь, что интоксикация, то есть это состояние самоотравления организма, это то, что портит всем вообще впечатление от практики очищения через условное голодание. Поскольку мы занимаемся на нашем марафоне только условным голоданием, я имею в виду, что мы не голодаем на воде, мы не голодаем на сухую, где в довольно жёсткой форме может проявлять себя интоксикация. Но мы говорим о более мягкой форме очищения, такой как условное голодание. И поэтому у нас мы понимаем, что каких-то очень жёстких, тяжёлых форм проявления интоксикации, ацидоза, кризисов всевозможных, мы этого не ждём. Но тем не менее интоксикация, то есть самоотравление в разных формах, в разной степени, она может сопровождать даже курс условного голодания. И это было ровно то, что очень часто встречалось в моей ранней практике. И это было именно то, из-за чего я, собственно, и хотела это дело всё бросить. Ну, как вы наверняка знаете, я и сама стала однажды жертвой интоксикации. Даже не однажды, а дважды. И это было оба раза на курсах условного голодания в самом моём начале. И тогда у меня не было особо знаний и понятий о том, почему это происходит. И самое главное, что с этим делать. Теперь, когда опыта уже больше и знаний больше, я и сама знаю, что делать, чтобы не было такого состояния, чтобы не допускать. И учу и своих подопечных, и в частности учу и вас. И к моей огромной радости, даже это, наверное, не радость, это, наверное, можно прямо сказать, что это счастье. Это огромное счастье, что мы научились справляться с этим состоянием. Мы научились его профилактировать. Мы научились не допускать этого состояния. Но прежде чем мы всего этого достигли, всему этому научились, прошло, конечно, изрядное количество времени. И изрядное количество людей пострадало. Говорю сегодня об этом уже улыбаясь, но на самом деле на тот момент, 2017-2018 год, мне, конечно, было не до смеха. Количество пострадавших от интоксикации было очень велико. Это было более 50%. Да, вот на тот период у нас не было четкого понимания, как не допустить таких состояний и как из них выйти, если они случились. И это было большое количество пострадавших. Сами понимаете, что это отрицательным образом сказывалось на моей практике. У меня порой накатывало такое отчаяние, что я думала, всё, больше никогда, больше ни за что. Я не хочу видеть, как люди страдают. Я, в конце концов, просто брать на себя ответственность за эти страдания человеческие, чужие, это невыносимо. Но каждый раз после того, как я давала себе обещание, что я больше не буду этим заниматься, моя личка снова и снова начинала взрываться от большого количества сообщений, просьб. И люди стучались и просились и говорили, да ради Бога, да я всё беру на себя, всю ответственность. Вы только, пожалуйста, меня сопровождайте, вы только меня не бросайте. И меня опять уговаривали, я снова возвращалась к этому, и мы снова наступали на те же самые граммы. И вот сейчас я подхожу к кульминационному моменту. Это момент благодарности, благодарности судьбе за то, что она вывела меня на нужных людей, на нужную информацию, благодаря которым я нашла ответ на вопрос, как избежать интоксикации и что делать, если она случилась. И эти люди пришли в разное время, каждый в своё время, но каждый в общем и целом внёс очень большую лепту в общее дело о профилактике интоксикации. И я хочу сегодня вам сказать, что это были за люди и что это были за вещи, которые я узнала и которые мне очень сильно помогли. И теперь помогают и вам. Первое – это был доктор Заболотный. К сожалению, он ушёл из жизни довольно молодым, но именно от него я узнала всю классику возникновения интоксикации. То есть, как это происходит на самом деле, почему токсины не могут безболезненно и без последствий покинуть тело человека, когда он начинает освобождаться от токсинов, то есть, когда он начинает заниматься детоксом. Почему они проникают в кровь и вызывают повторное проникновение токсинов в кровь, и тем самым доводят до отравления, до интоксикации? Просто потому, что человек вступает неподготовленным на эту стезю, на стезю ощущения. Люди вступают в свои первые детоксы или не в первые, но повторные, но ошибочно, не подготовившись, недостаточно подготовившись, не понизив уровень токсинов в своём организме до более безопасного. Люди вступают в детокс на большом количестве шлаков и токсинов, и именно это приводит к тому, что организм не в состоянии справиться с полноценным выводом, и возникает очень быстрое проникновение в кровь тех самых токсинов, от которых человек пытается избавиться. То есть, поступая в кишечник, они просто не выводятся своевременно, и через стенки кишечника, которые очень тонкие, вновь проникают в кровь. И когда я изучила этот механизм и поняла, как это всё происходит от доктора Заболотова, у меня раскрылись глаза, и я поняла, что, опираясь на эту базу, уже можно догадаться, как действовать дальше. То есть, всё было понятно, что нужна подготовка, и что нужно ловить, очень чётко улавливать самые первые признаки интоксикации, не запускать её в махровое состояние, когда справиться с ней бывает. Очень трудно. Это доктор Заболотова. Если вам посчастливится найти его лекции на просторах интернета, я вам советую смотреть все подряд. Конечно, там можно с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, потому что это доктор классической медицины, а мы здесь с вами вроде как в области натуропатии. Но классическую медицину никто не отменяет с точки зрения анатомии и физиологии. Строение организма и функционирование всех ваших органов и систем обязан знать каждый человек, независимо от того, есть у него медицинское образование, нет у него такого образования. Это не важно. Это ваше тело, это ваш организм. И можно найти достаточно много информации, такой базовой, из которой просто понять, как устроен организм, как он функционирует и вообще, где у вас печень, где почки, где желудок. А то, знаете, очень часто встречаются просто парадоксальные вещи относительно того, что люди не понимают, что происходит в желудке, а что происходит в кишечнике. Это всё нужно, конечно, изучать. Второй человек и вторая вещь, которые пришли в мою жизнь по части детоксикации, это была пищевая глина Каолин. И человек, который меня познакомил с этой глиной, Игорь Романовский. И он у нас сегодня гость в нашей студии. И я ему дам чуть-чуть, погодя, слово. Он вам расскажет сегодня очень много нового, интересного и просто удивительных вещей про Каолин, про глину, которая является мощнейшим адсорбентом, которая является мощнейшим инструментом для профилактики интоксикации и для купирования, то есть уничтожения приступов интоксикации, если она всё-таки случилась. Кстати, когда Заболотный рассказывал в своих лекциях, как справляться с интоксикацией, он упоминал смекту. По сути, смекта – это тот же самый Каолин, только разбавленный ароматизаторами, подсластителями, ну вот, чтобы приятнее было пить. Но на самом деле лучше пить чистый продукт глину Каолин в своём природном исполнении. И об этом нам сегодня расскажет Игорь Романовский. Сейчас буквально там, через минуту дам ему слово. Ну и третья вещь, третий человек, которому я бессмерно благодарна за то, что это было третьей составляющей в борьбе с интоксикацией. Это мой наставник по эфирным маслам Ирина Павленко. И вы часто видите её комментарии профессиональные в нашем аромачате, да и здесь тоже в чате марафона. Она даёт просто потрясающие рекомендации по использованию эфирных масел не только по части детокса, но и вообще по части оздоровления. Я безумно благодарна вот этим трём людям и трём вещам, которые пришли в мою жизнь, да, трём вот этим ипостасям, трём китам, на которых я теперь стою очень уверенно. Понимание процесса, адсорбенты и эфирные масла, которые прекрасно работают с отравлениями, с желудочно-кишечными расстройствами, с головными болями и с другими признаками интоксикации. И вот теперь, друзья, что мы имеем? Мы имеем, что сейчас, в 2023 году, процент интоксикации сведён практически к нулю. Я уже сбилась со счёту, который по счёту у меня этот запуск, да, поток на марафоне, на котором не происходит случаев интоксикации. В то время, как раньше это было 50% и даже более. Задумайтесь, это просто, ну, это потрясающе. То, что мы научились справляться с этим безобразным состоянием, и у нас в нашем арсенале есть такие прекрасные вещи. Итак, сегодняшний эфир. Мы разбираем один из компонентов детоксикации, который помогает нам справляться с интоксикацией или не допускать её. Это белая пищевая глина, каолин, о которой расскажет Игорь Романовский. Что касается лекции доктора Заболотова и изучения своего собственного организма, это на ваше усмотрение, да, изучать вы обязаны сами. Что касается эфирных масел, эта тема бесконечна, и мы постоянно об этом говорим, и в аромачате, и здесь. А вот что касается глины, здесь более, конечно, эксперт по этой части Игорь Романовский, поставщик этого замечательного продукта и основатель компании «Источник жизни», которая занимается производством и поставкой этого продукта. И сегодня я приглашаю его к нам на вебинар, и мы его поспрашиваем. Игорь нам порасскажет. Думаю, что сегодня будет очень много нового и интересного. Игорь, добро пожаловать в нашу студию. Включай, пожалуйста, камеру и микрофон. Доброе утро всем. Игорь, вот не знаю, на какой по счёту у нас с тобой этот заход на совместный выпуск по этой теме, по теме интоксикации, детоксикации, но каждый раз, я сама переслушиваю каждый раз эти записи этих вебинаров с тобой, и каждый раз я понимаю, что мы не повторяемся. Мы всё время что-то новое, что-то новое, что-то интересное. Мы растём, мы развиваемся, мы даём какие-то новые интересные открытия в этой теме. И сегодня я жду очередных каких-то новых интересных вещей. В общем, я даю слово тебе и знаю, с чего ты начнёшь. Благодарю. С чего ты посчитаешь, можно начать. Да, хотел бы, во-первых, сказать всем, кто сейчас присутствует у Бая на марафоне, да, это же марафон, правильно? Да, да. Вот, что вам крупно повезло. Почему? Потому что вот Бая такой очень для меня интересный человек на самом деле, да, то есть я очень много смотрел всяких экспертов, тренеров, да, то есть сам тоже постоянно прохожу обучение. Вот бывает так, что приходишь, человек умный, у него реально очень много информации, да, он может поделиться, ну, большим таким объёмом знаний, но тот формат, в котором он это передаёт, очень тяжело усваивается, да, вот. И вот вам всем повезло, что у вас есть Бая, которая вот настолько классно это рассказывает, мне самому очень интересно смотреть её видео, слушать, потому что вот прямо заходит, и всё почему? Потому что Бая сама всё это прожила, да, потому что многие эксперты, специалисты, они не то, что у них не было своих каких-то опытов, результатов, но часто бывает, что вот человеку нравится, то есть у него самого таких проблем не было, он не проживал каких-то вещей, да, то есть а у Бая это было вот, ну, реально в её жизни, то есть она это прожила, вот, и возможно это одна из таких причин, да, почему вот классно проходить вот такие марафоны у Бая, мне реально очень нравится. Сегодня я хочу с вами поделиться действительно, скажем, информацией, о которой мы практически не говорили, да, вот, с вами. Мы много всего говорили о том, как выводить токсины изнутри нашего организма, да, но мы практически не говорили, как мы можем помочь в теме детоксикации, работая с одним из самых больших наших органов, это наша кожа, да. Дело в том, что, как мы знаем, как вы, наверное, тоже знаете все, да, там изучаете, читаете сейчас информацию по очищению, да, то есть у нашего организма есть биоритмы, да, то есть в какое-то время суток определенные органы, они ведут себя по-разному, да, когда-то они активно работают, когда-то они пассивно, да, то есть вот, и кожа – это выделительная, да, система нашего организма, и, соответственно, она выводит токсины примерно с 20 до 22 часов вечера, да, соответственно, зная вот эту информацию и имея такой прекрасный, классный сорбент, как белая пищевая глина, да, можно усилить этот эффект детоксикации через кожу, да, особенно в то время, когда вы на условном голодании, почему? Потому что, когда идет условное голодание, усиливается эффект детоксикации в целом, да, из организма начинают массово выходить токсины. Пропивая глину, мы помогаем изнутри, но мы можем еще снаружи, да, так сказать, быстрее освобождать вот эти все каналы, да, через которые кожа выводит все эти токсины и получить еще более крутой результат, потому что просто скорость выведения токсинов, да, и снижение рисков влияния на нашу кожу этих токсинов просто будет очень классно работать, да, то есть тут можно, скажем, работать двумя способами. Есть вариант такой более лайтовый, у кого есть дома ванна, да, можно просто взять ванну, наполнить водичкой, да, засыпать туда глину. И также я рекомендую, вот, ну, Вая, наверное, это потом больше расскажет, какие эфирные масла еще стоит туда добавить, да, и, возможно, еще стоит добавить соль, да, потому что соль там, особенно вот эта английская соль, да, тоже часто ее используют для таких вещей, ну, или просто морская соль вместе с глиной делают чудеса. Если еще правильное аромамасла, то вообще будет просто all-inclusive, так сказать, да, то есть полная соль прямо у вас дома. Вот. Есть более такой, скажем, вариант, вернее, менее такой комфортный, но тоже очень качественный, даже если у вас есть ванна, я тоже рекомендую его периодически использовать, это обмазывание глиной, да, тогда глина будет более явно воздействовать на кожу, да, то есть помогая коже, скажем, выводить вот эти токсины, которые и так, в принципе, в это время идут, просто глина будет, скажем, ускорять процесс оттока токсинов через кожу, да. Можно сделать себе, взять глину, да, порошок, засыпать в керамическую стеклянную посуду или пластиковую, ну, не металлическую, да, можно эмалированную, но чтобы не было сколов, да, чтобы не было прямого контакта с железом, с окислением не было. Взять деревянную или пластиковую ложечку, да, и потихонечку добавлять водичку и замешивать, делать такой замес, чтобы было удобно просто намазываться, да, то есть чтобы она была, скажем, чуть-чуть гуще, чем сметана и более жидкая, чем просто пластилин, да, так сказать. Вот, наверное, в принципе, все когда-то были на таких источниках, где есть грязи, где вот люди грязью мажутся, да, вот примерно вот такой консистенции делаем и полностью обмазываем себя. Причем, что классно, белая глина, она также очень хорошо очищает голову, кожу головы, волосы, да, вот, можно полностью вот намазаться, вот, как говорится, от пяток до верхушки головы, так сказать, до макушки головы и просто посидеть в ванной комнате вот в таком состоянии, да, где-то хотя бы 15 минут. За 15 минут, понятно, за один раз за 15 минут чудо не случится, но если мы будем делать это практически каждый день, вот именно в моменте, когда мы проходим условное голодание, да, вот именно на марафоне, то вы увидите, как ваша кожа начнет дышать по-другому, какая, какая будет в принципе кожа, да, после такой процедуры. Почему? Потому что, представляете, то есть мало того, что выходят токсины, да, из организма еще быстрее, так еще и кожа питается от глины, кремнием и другими полезными микроэлементами, да, то есть через кожу тоже идет взаимный процесс, да, вот, то есть очень классный эффект получается. Здорово. Да, особое внимание хочу уделить еще такому моменту, да, как мы знаем, очень много токсинов, большое количество токсинов организм выводит через ступни ног, да, поэтому если будет еще возможность ступни ног опустить, скажем, в какую-то ванночку заранее приготовленную и сделать там прямо вот такой очень сильно концентрированный раствор глины, да, то будет эффект еще более крутой, да, потому что вот, ну, прям действительно пойдет такой очень хороший эффект. Конечно же, что еще хочу сказать, кроме вот естественного вот этого способа, да, то есть просто, скажем так, присоединиться к графику режима выведения токсинов через кожу, да, можно еще вспомнить про то, как работает наша лимфа, да, то есть если, скажем, ее немножко погонять, то есть, допустим, там перед этим чуть-чуть, может быть, попрыгать, да, типа скакалочки, да, или поприседать, ну, то есть сделать какое-то вот движение, чтобы в теле пошло движение, да, вот. И потом еще и побыть вот в горячей ванне, к примеру, или под горячим душем, да, после этого, да, то есть это усилит отток вот этого всего, да, и, естественно, мы получим еще более крутые результаты. кемии именно детоксикации и питания кожи полезными микроэлементами одновременно. Вообще здорово. У меня прямо сейчас такая новая схема прямо в голове, я вижу. Мы обычно делаем тюбаж с утра, и прямо все логично получается. Тюбаж с утра, весь день мы пропиваемся, и к вечеру у нас уже получается массированное, ну, собираются токсины, да, и вот мы в 20 часов можем просто залегать в глиняную ванну, тем самым мы, опять же, уменьшаем риск интоксикации, потому что мы можем, да, и внутрь принять ее, и снаружи мы начинаем еще и вытаскивать ее, вытаскивать именно с помощью глиняной ванны. Ну, супер. А если мы еще, да, как ты говоришь, сделаем там с эфирами, да, с эфирными маслами, а если мы еще и после, например, обмазывания, смыв себя вот это все, сделаем еще себе массажик какой-нибудь с эфирными маслами соответствующий, да, для детоксикации, ну, это, блин, это очень круто. Это очень круто. У меня прям вообще уже все горит, мне хочется уже самой это себе попробовать. Вот как-то я, да, я больше внимания всегда обращала на внутреннее применение глины. Я всегда всем своим там расписывала, да, как мы принимаем, там, сколько раз в день, какая дозировка. Но вот то, что при совокупите, именно к началу условного гладания вот эти ванны, да, внешнее применение, даже, да, не только к началу, а вообще к всему процессу, это для меня вот правда что-то такое опять новое. Вроде бы хотя об этом как-то говорили давно, да, но оно не зацепилось, а вот сейчас зашло прям на ура. Ну, вот действительно, Игорь, каждый раз что-то новое, да? Да. Так, и тогда вот такой вопрос будет. Мы для внешнего применения, для внешнего детокса, мы применяем только белую глину, да? Можно и голубую тоже. Голубую? Голубая глина, которая более доступна по цене, да? Да. И поэтому смело можно брать и голубую. Голубая, как мы знаем, да, то есть она просто еще более сильная. Единственный момент, да, то есть белой глиной можно волосы мыть, голубой не рекомендую, потому что она пересушит очень сильно волосы. И да, то есть вот это очень важный момент. Поэтому, но голубая глина, да, ее, скажем, очень часто используют именно, допустим, вот при мочке, да, она прямо сильно, как насос сосел, допустим, вот если внутри какие-то опухоли или какие-то проблемы с внутренними органами, да, нужно там приложить какую-то аппликацию сделать, допустим, да, вот. Или вот, к примеру, целлюлит тот же, да, то есть антицеллюлитные обертывания есть тоже у нас рецепты на эту тему с глиной. То есть она как бы высасывает тоже, да? Да, она прям очень хорошая. То есть, ну, опять-таки логически приходим к тому, что все-таки начинать лучше с белой, если ты еще никогда не пробовал глининую терапию, да? То есть начальный вывод токсинов, шлаков мы делаем с помощью белой глины, более такого базового варианта. А потом, спустя, может быть, курс, мы усиливаем это голубой, параллельно корректируя наше питание, занимаясь очищением организма, доводим себя вот до кристально чистого состояния. Может быть, тогда ты расскажешь о каких-то предложениях, ну, у тебя есть какие-то комплекты, допустим, белая, голубая, или как выгоднее покупать, скажем, глину для внешнего применения? Да, я сейчас расскажу. Вот самый вообще выгодный на данный момент вариант, предложение, которое у нас есть, просто можно купить одну коробку, 6 килограммов глины пищевой, да? И там идет вот сейчас максимальная скидка. Почему? Потому что, я так понимаю, что кто будет заказывать, они заказывают и для внутреннего применения, и для наружного, да? Да. То есть получается достаточно выгодно. Плюс, возможно, вот мы сейчас тоже планируем, у нас есть косметическая, она, в принципе, такая же практически, как пищевая, ну, там чуть-чуть фракция, чуть больше, да? Ну, это глазу незаметно, ну, вот это чисто так, да? То есть вот на ощупь это практически не отличается, но по цене она чуть-чуть дешевле, да? Вот. Она у нас продается в 3-килограммовых дойпаках, вот. И, соответственно, вот мы сейчас планируем тоже, вот буквально через несколько дней, у нас запустится акция, я отдельно скину ссылочку, да? То есть будет 3 килограмма косметической глины и килограмм пищевой глины. То есть такой комплект будет. Тоже по выгодной цене. А когда начинается эта акция? Буквально через пару дней я пришлю ссылочку. Где-то, получается, сегодня у нас седьмое. В районе 9-го числа я пришлю ссылочку на эту акцию. Ага. Но на данный момент в любом случае, да, то есть если так посмотреть, вот 6 килограмм глины, да, то есть причем мы не подняли вот именно, ну, то есть цена поднялась, но мы не убрали вот старую цену акции за 2760 рублей идет 6 килограммов глины пищевой. То есть это, честно сказать, относительно тех, как бы сейчас подорожаний, которые грядут в ближайшие месяцы, да, то есть это просто вот практически уже бесплатно. Так, Игорь, технический вопрос тогда. Как лучше хранить? То есть эти 6 килограмм приличный объем, как, в чем, где лучше хранить глину? Вот, смотрите, мы присылаем в коробке, да, 6 пачек по килограмму. Соответственно, вот мы причем выпускаем в двойном пакете, да, чтобы, скажем, глина была еще сильнее защищена, да, то есть там идет двойной пакет. То есть она и так уже хорошо. То есть если вы в закрытом состоянии вот эти пачки у себя в шкафу где-то храните, где сухо, чисто, то есть нету никаких посторонних запахов, нету света, да, то она там может лежать вот 3 года вообще свободно, да, вот. Или прямо вот в этой картонной коробке, к примеру, где-то положили у себя там на шкафу, на антресоли, все будет хорошо. Главное, чтобы не было влажности, да, то есть чтобы было сухо, вот. И была температура, ну, в принципе, комнатной температуры достаточно. А использовать, вот, допустим, взяли один пакет глины килограммовый, да, вот, попользовались, да, там, активировали на солнце, ну, мы об этом, в принципе, уже говорили, если лучше я могу напомнить насчет активации на солнце, да, то есть вот. Соответственно, вот то, что активировали, это, в принципе, можно пользоваться, там, 3-4 месяца, ну, я думаю, за 3-4 месяца у человека эта пачка рассосется. Почему? Потому что на, хочу напомнить, да, то есть на одну чистку организма уходит около килограмма у человека, да, на курс, да, на курс. Да, на курс. А внешнее, внешнее использование, вот, смотрите, в ванну требуется минимум 100 грамм. Смотря какая ванна, да, то есть какие возможности. Допустим, я сыплю 200 грамм себе, да, в ванну. Почему? Потому что, ну, как, чем сильнее раствор, тем лучше, да, ну, конечно, перебор тоже, как бы, должна быть какая-то, скажем, экономика тоже определенная, но не меньше 100 грамм на ванну, да, требуется длина. Вот. Соответственно, если вы делаете обмазывание, ну, там может уйти вообще все 300 грамм, чтобы 300-400 грамм может уйти на все тело, да, вот если прям сделать обмазывание. Поэтому считайте, да, то есть в принципе вот эти 6 килограмм, килограмм на чистку остается 5 килограмм. Вот эти 5 килограмм, они вот за месяц просто улетят, если вот так вот пользоваться. Поэтому. Ты считаешь, что вот это курсовое внешнее, да, с помощью, ну, применения на кожу, каждый день можно делать эти плениные обертывания или ванны? Не обязательно прям каждый день, но можно хотя бы там 2 раза в неделю, хотя бы. То есть можно и каждый день, да, конечно, можно каждый день, но хотя бы 2 раза в неделю, то есть должна быть некая периодичность. Выберите сразу, чтобы организм, ну, как бы привык, что вот ему каждые там 2 дня или каждые 3 дня будет такая процедура, да. То есть вот я заметил, что когда мы входим в какой-то процесс, как психологический, так и физический, да, у нас как бы организм начинает под эту тему подстраиваться, да. Если, допустим, вы сразу договорились, все, я буду вот это делать там раз в 3 дня. Организм уже готов, он еще будет как бы лучше это делать. Вот реально это проверено во многих специалистов, кто вот эту тему знает, да. То есть организм подстраивается под режим определенный. Он уже знает, что будет такая-то процедура, и вот можно будет через эту процедуру, скажем, вывести определенный объем того, что можно вывести, да. Так что главная вот четкость какая-то, вот последовательность. Я рекомендую, в принципе, раз в 3 дня это нормально и по деньгам, и для кожи это будет, ну, я говорю, для кожи хоть каждый день, да, вы принимаете глиняные ванны, да. Более того, еще вот такой момент важный и очень неочевидный, да. На самом деле, скажем так, для нас, когда мы принимаем ванну, к примеру, да, это дополнительный источник воды, которая попадает в наш организм. Правильно же? То есть часть воды мы пьем, часть воды с воздухом мы вдыхаем, и часть воды проходит через кожу, да, там фильтруется, понятно, да, то есть и вот что-то потом попадает внутрь, какой-то там, есть раскладка, я не помню сколько грамм, но это факт. Соответственно, важно понимать, если вы живете в городе, и у вас, к примеру, хлорированная вода, да, и вы каждый день уже принимаете ванну, да, то, естественно, это ничего хорошего ни для кожи, ни для организма, потому что оттуда ничего путного организм взять не может. Если вы используете нашу глину, глина, она очищает воды, она, по сути, естественный фильтр воды, да, у нас многие покупают глину чисто для того, чтобы делать себе чистую воду, да, для питья, потому что если взять, к примеру, да, это известный факт, да, то есть глина, она обеззараживает все, да, то есть если добавить глину в молоко, то молоко будет стоять намного дольше и не портится, к примеру, да, если там какие-то напитки добавлять, она усиливает их свойства, да, вот, допустим, там, к примеру, тот же морковный сок, да, добавить чуть-чуть глины, более сильный будет эффект. Соответственно, то же самое с водой в ванной, да, вот, допустим, в ванной воду набрали, что там в этой воде, если у вас не стоят фильтры системы очистки, да, то глина заодно у вас почистит вот эту воду, и вы будете купаться просто в более чистой воде, то есть это как бы дополнительная безопасность, да, поэтому, в принципе, 100 грамм глины на ванну воды – это, ну, как бы небольшие вложения, но вы получаете качественную воду, в которой вы просто купаетесь. Вот. Ну, вот как-то так, это очень важный момент. Слушай, а глина не забивает трубы конвенционной? Вот тут смотрите, какая ситуация. Если вы живете в многоквартирном доме, то проблем нет. Если у вас свой септик, допустим, да, в частном доме свой септик, тут, конечно, могут быть моменты, но, опять же, все зависит от того, как у вас там устроен септик, да, то есть сами трубы не забиваются. Просто единственное, что если вот в частном доме, допустим, вот мы у себя увидели, да, то есть глина уходит на дно и просто образуется вот такая пленка, как глиняный замок, да, и, естественно, она дальше никуда уже уйти не сможет, да, вот. Но, в принципе, практически все септики, они либо они через ширину уходят, да, вода, то есть, ну, а в обычных, ну, многоквартирных там слишком много воды бьется, чтобы такой маленький объем на вот такое большое пространство как-то повлиял. Ну, да. Так, вот знаешь, каждый раз повторяется один и тот же вопрос, и, ну, поскольку у нас есть все время новые люди появляются на марафоне. Нормально, да. Еще раз эти вот классические вопросы, они, может быть, покажутся тебе там наивными, но они задаются и каждый раз, и я на них отвечаю, и вот хочу, чтобы и ты тоже ответил. Значит, по поводу противопоказаний давай еще раз. Кому все-таки нельзя. Смотрите так, еще раз, противопоказаний нету, кроме индивидуальной непереносимости, и если у человека есть какие-то серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть какие-то обострения, да, человек перенес какие-то серьезные операции, ему что-то там где-то вырезали, да, в любом случае мы рекомендуем советоваться со своим лечащим врачом. Это однозначно, да, то есть без вариантов. Вот. Либо же вы принимаете на свой страх и риск. Но если смотреть с точки зрения, еще раз говорю, с точки зрения вреда, глина не может, в принципе, принести, да. Единственное, из-за того, что у нее есть свойство на себя тянуть, да, так сказать, работать как насос, то если у вас, допустим, камни, да, то вы при употреблении глины, причем не сразу, да, в зависимости от того, сколько камней, какие, как, вы можете начать ощущать какие-то рези, да, то есть она начнет тянуть на себя эти камни, если они есть. И для вас, наоборот, классно узнать, если вы не знали, что у вас есть камни, вы узнаете, что они у вас есть, да, и вы уже с этим, ну, начнете что-то делать, да. Вот. И один из способов, один из способов, он не помогает со всеми камнями, да, потому что природа камней бывает разная, как мы знаем, да. Но один из способов, который глина, кстати, помогает решить, да, это пропивание глиняной воды. То есть это когда мы на большой объем воды, скажем, на полтора литра делаем там столовую ложку глины, да, или две чайных ложки глины размешали, и вот так как взболтали, да, и вот такой вот легенький такой, скажем, легенькая такая звезь получается, чуть-чуть мутненькая такая, да, то есть вот такую воду пьем просто месяц, вот, просто на такой воде живем, да. И, соответственно, такой способ помогает вернуть в организм кремний, да, потому что обычно камни образуются, когда идет кальцинирование организма, где на место кремния стал его антиогонист кальций, и кальций перестал усваиваться, да. Соответственно, здесь мы постепенно возвращаем в организм кремний, кремний занимает свое вот это ключевое место в организме, и включается возобновление усвоения кальция, и вот эти камни просто могут начать рассасываться, если, опять же, эти камни имеют природу именно вот закальцирования организма, потому что есть другие камни, да, то есть они здесь как бы, ну, у них там причины другие, соответственно, да, там по-другому уже требуется работать. Вот. И какие-то вот, ну, прямо острые, допустим, язва какая-то острая, или еще что-то, да, то есть вот прям какие-то в любом случае, мы советуем, чтобы не шутить, как говорится, здоровье, да, то есть лучше посоветоваться с врачом. Вот. Вот такие рекомендации. Так, перенее, что мы скажем по детям? Детям можно, у меня дети с рождением принимают глину, вот, прямо они ее любят, более того, вот по детям классно. Единственное, сразу говорю, так же, как и детей, так же и животных, потому что многие животные им тоже дают глину, да, вот, главное не заставлять, да, животные, вот, они интуитивно чувствуют, да, что это классная штука, они пьют воду с глиной с удовольствием, да, вот, потому что, ну, у них вот это чутье, оно более развито, чем у нас, да, то есть мы практически единственные живые существа, да, которые, скажем, пищу готовим, да, вот, а не едим ее такой, какая она родилась. А животные, у них, как бы, вот этот инстинкт более разный, да, вот, и, соответственно, они чувствуют, что это классно, и они употребляют. Соответственно, и животными, и детям можно, единственное, дозировки другие, да, то есть понятно, что, если, к примеру, ребенок уже взрослый, ему можно, ну, как бы, большой, там, не знаю, 10-15 лет, в принципе, нормально можно, и как взрослому дозу дать, да. Если ребенок маленький, там, годик, два, три, четыре, понятно, в пропорциях уменьшаем просто, вот, но даже если они выпьют, я вам честно скажу, проверяю, они сами берут, допустим, взяли, съели, к примеру, глину, пучу, ничего, им, вот, как бы, в чем красота глины, что вот разово человек что-то много съел глины, ему все равно ничего от этого не будет, да, то есть это не какой-то антибиотик или какое-то сильное лекарство, да, вот. И, кстати, этот факт очень важно учитывать, при том, когда вы проходите очищение, или, вот, делайте какие-то маски, делайте какие-то процедуры, да, вот. Не ждите, что глина моментально вам решит за один день, да, то есть требуется целый определенный курс пройти, вот, тогда вы получаете эффект. Да, я об этом всегда, ну, всегда свожу все к тому, что любое оздоровление методами натуропатии, да, то есть природными, оно всегда является не столько скорой помощью, сколько длительным таким, да, профилактическим, либо длительным оздоровительным курсом, но который требует терпения и понимания, что если ты годами, десятилетиями нарабатывал себе до проблемы, то потребуется как минимум несколько месяцев, да, как максимум несколько лет, чтобы начать возвращаться в нормальное состояние, избавляясь от этих проблем. Ну и в завершение вопрос по, так, какой я хотела задать вопрос, а, вот, тоже часто меня это очень спрашивают, и я прям являюсь свидетелем того, что у кого-то прием глины вызывает запор, а у кого-то прием глины вызывает, наоборот, хороший стул. Причем я всегда говорю, что при прием глины обязательно должен сопровождаться достаточным количеством воды, да, принимаемой жидкости. И тем не менее, вот, есть прям четко две категории людей. У кого-то запор на глине, у кого-то прям летает, наоборот. Зачем это можно объяснить? Индивидуальные особенности или чем? Да, это и индивидуальные, конечно, особенности, но все-таки эти индивидуальные особенности, они касаются того, что ест человек. Не только, что он пьет именно в плане чистой воды, но что еще и он пьет не воду. Допустим, там кофе, к примеру, да. Кофе очень сильно, да, то есть один стаканчик кофе, да, требует 200 грамм воды минимум, да, вот, чтобы был баланс. Вот, может быть, видели, допустим, не знаю, ну, в серьезных кафе, к экспрессу, дают 200-300 миллилитров воды чистой, фильтрованной, да, то есть вот, потому что, ну, вот, соответственно, если, к примеру, давайте просто посчитаем, когда человек не проходит никаких чисток, никаких голоданий, там, все, ему требуется 30 миллилитров на 1 килограмм веса чистой, правильной воды. Когда человек проходит очищение, просто очищение проходит, ему уже нужно 40 миллилитров на 1 килограмм веса, да. А если человек, к примеру, еще проходит голодание, то есть пусть даже условное голодание, ему 45-50 миллилитров на килограмм веса нужно воды, по-любому, чистой, чистой воды. Это первый момент. Второй момент. Если он пьет кофе, то к этому объему еще нужно добавить то, что требует кофе. Если он ест, к примеру, там, макароны с глютенчиком, да, там, рис, там, или еще какую-то, скажем, еду, которая очень много требует тоже воды, да, так же, как глина, да, вот глина, она же требует воду, глина без воды не будет работать, она, естественно, будет запорой, если воды мало. Вот сколько раз у нас уже было, к нам очень многие такое было, да, вот обращались, вот запор, как так, я вот хотел избавиться, а у меня он стал еще сильнее. Ну, у тебя, если этот хроническое обезвоживание, да, то есть в первую очередь нужно, как бы, организм напоить, то есть если ты еще и туда глину добавил, ну, совсем будет печалька, да, то есть вот. Да. Поэтому очень важно добавить воды, пить, ну, вот, допустим, я не знаю, утром, утром, я вот встаю утром, это полтора литра воды за час я выпиваю, да, сразу утром, причем теплой, желательно теплую воду делать, да, вот, чтобы вот прямо такая, градусов 30 с чем-то, да, вот, она очень хорошо умывает, да, нашу весь ЖКТ, так сказать, да, и, соответственно, вот попейте столько воды, да, примите глину, и вы посмотрите, какой у вас будет запор. Скорее всего, его больше не будет, да, то есть вот. Поэтому вот вода – это вот ключевой момент здесь. Да, в общем, не устаём повторять одни и те же уже тебе разбитые истины, но именно это работает. Дело в том, что, Байя, на самом деле, вот у меня много раз было так, что человек, он сам себя обманывает, причём он не хочет этого, но ему кажется, что он пьёт много воды. Когда мы начинаем как бы рассматривать, ну, кто, с кем вот знакомый детально, ну, давай по-честному посмотрим. Вот просто возьмите, вот, кстати, я всем советую, возьмите себе вот маленький блокнотик или вот смартфоны, все носим смартфоны, да, вот, выпил стакан воды, напиши, вот, вас столько, выпил столько, да, просто вот посмотрите один день, посмотрите, сколько вы по-честному пьёте воды. И вы увидите, что, скорее всего, вы не пьёте столько, сколько требуется воды. Вы пьёте значительно меньше, а добавляя чай, соки какие-то там, тем более кофе, да, или какая-то такая еда, да, особенно вот когда, ну, как бы многие в городах, наверное, живут, питаются не дома, да, соответственно, там, первое, второе, третье компот, как бы где-то или вообще что-то как-то получилось, как-то вот поесть не то, это добавляет ещё потребность в воде просто, и всё, и бывает, а самое печальное бывает так, что вот, допустим, столкнулся, да, вот у меня сколько раз было, да, вот ты в городе, у тебя своя вода закончилась, и негде вот взять воду, да, то есть вот туда тыкнулся, здесь не продают, там не продают. Ну, сейчас, слава богу, как в магазинах много, всё-таки, ну, всё равно, знаешь, человек думает, ладно, потом попью, потом, и проходит два часа, а он вообще не пил, да, а за это время процессы-то в организме продолжают идти, так нельзя, то есть требуется пить каждый раз, вот, поэтому я вот лично для себя нашёл простой способ, я взял в телефоне, поставил себе напоминалку, мне каждый час, блымает, выпей воды, выпей воды, да, то есть просто вот я лично так справляюсь. – Ну, я ещё свою маленькую здесь лепту внесу, да, по поводу питья воды. – Конечно. – Да, у меня, ну, как бы свой разумный подход, я считаю, что, ну, вот это, например, вот как люди говорят, вот я прохожу там 10 тысяч шагов за день, у них там шагомер, но это смотря, как проходить, то есть можно у плиты стоять, да, и вот так вот переминаться с ноги на ногу, там себе наработать 10 тысяч шагов, помешивая в сковородках, там, да, и в кастрюкках это макарошки, за бетенчиком. А можно взять палки, да, или лыжи и просто, да, в кроссовках пойти и по лесу, да, дышать чистым воздухом, с такой, с нормальной нагрузкой, да, до пота, сделать свою аэробную, вот эту разминку, там, 10 тысяч или сколько, и это будет, конечно, намного более качественно. То же самое я всегда говорю про воду. Можно вспомнить в 6 часов вечера, ой, блин, я не пил воду, да, взять и залить в себя полтора литра, и это будет сумасшедшая нагрузка вообще на, вообще на всё, и на почки, и на мочевую систему, и на желудок, и на всё, и можно просто даже отравиться водой, да, так-то. Вот, а можно взять и равномерно размазать её по своему дню, начиная с раннего утра и заканчивая там теми же 18 часами, просто размазать её равномерно, вот так, делая глотки, каждые 10-15 минут. Но здесь нужно просто позаботиться о том, чтобы рядом с тобой всегда был какой-то резервуар. Термос, бутылка, кружка, чашка, не знаю. Это, кстати, вот, это ключевой момент. Да. Иметь с собой, да, вот я благодаря тому, что всегда вот с собой бутылку с водой нашёл, вот такую, да, то есть, и вот ставлю, чтобы я её видел, да, то есть, чтобы не где-то там она стоит, да, то есть, наведу, вот, и своевременно её пополнять, да, это прямо очень хороший совет. Вот мы говорили 50 минут, за 50 минут я выпила стакан воды, причём я пила его равномерно, и вот это я считаю и есть правильное питьёк, когда твой организм получает действительно орошение. Это такое капельное орошение. Равномерная нагрузка на мочеводелительную систему, не перегружаются почки, клетки получают увлажнение, да, мы наполняемся влагой, и всё это происходит в таком лайт-режиме, и это совершенно несложно, как говорят, вот, я не могу выпить полтора литра, понятное дело, ты не можешь, если ты будешь банками надсаживаться, да, а ты глотками пей, глотками все могут, это несложно, не трудно, а потом удивляются, ой, а почему у меня такая там слишком жёлтая моча, или почему у меня очень там пахучая моча, или почему я хожу писать там два раза в день, да, да потому что ты не пьёшь, неправильно пьёшь, и вот отсюда все и последствия. Игорь, благодарю тебя за, как всегда, прекрасный просто эфир, по наполнению полезнейшей информации, и мы с нетерпением будем ждать тогда начала твоей акции по вот этим вот, твоим там большим объёмам глины для наружного применения, я думаю, что мы сейчас просто забабахаем какие-то на детокс-ванны у нас будут, потрясающие с эфирными маслами, с глиной, вот, ждём тогда информацию. Хорошо, отлично, договорились. Я буду тогда в чат нашим участникам давать эту информацию по глине. Всё, Игорь, не прощаюсь надолго, думаю, что у тебя в скором времени опять какие-то интересные новости. Конечно. И тогда до новых встреч и всем спасибо. До новых встреч, всего доброго, благодарю. Всего доброго. Всего доброго.